Всем привет, ребята! В одном из прошлых роликов я хотел проверить, что будет, если бесконечно накачивать воздухом стретч Армстронга. И мне удалось надуть его до неимоверных размеров. Он стал величиной почти как этот стол. Было страшно и в то же время очень смешно видеть этого борца сумо с маленькими ручками и ножками. Но оказалось, что при сильном надутии у Армстронга в районе шеи начинает выходить воздух. И поэтому надуть его до максимальных размеров мне так и не удалось. Я обещал снять продолжение этого эксперимента. И вот я его снимаю. И сейчас мы снова будем его надувать. Но сначала я решил удалить из стретч Армстронга то вещество, которым он заполнен внутри. И заодно посмотрим, что же у него там такое внутри находится. А внутри у него очень-очень необычный наполнитель. Именно благодаря ему он имеет такие необычные свойства. Итак, чтобы удалить содержимое, сначала нужно его нагреть. Берем кастрюлю, кладем туда стретч Армстронга, заливаем все это водой и ставим на плиту. В горячей воде наполнитель станет не таким вязким, а более текучим. И мы запросто сможем выдавить его наружу. Ну вот, наш стретч Армстронг уже закипел. Вы знаете, я, наверное, единственный человек в мире, который кипятил стретч Армстронга. Итак, вынимаем его аккуратненько на тарелочку и несем на стол. Итак, вот он, наш стретч Армстронг. И после кипячения он немного изменил свои свойства. Если его сейчас пощупать, то кажется, что внутри него находится какой-то мед. А раньше, когда его щупали, то казалось, что внутри него находится какая-то смола. Вот он, ребята, смотрите, целый и невредимый после кипячения. Хотя нет, ребята, смотрите, что это с ним случилось. У него потрескалась спина. Блин, что за фигня? Капец, он же может лопнуть. Я не смогу его надуть. А что же такое? Посмотрите, здесь все целое на спине. И вот здесь вот почему-то появились какие-то трещины. Вы только посмотрите, блин, эксперимент снова под угрозой срыва. Наверное, это потому, что он лежал спиной вот так вот внизу. И от днища кастрюли была очень повышенная температура. И поэтому вот такая штуковина, ребята, получилась. Капец. И что теперь делать? Как его надувать? Короче, я поискал у себя по ящикам и нашел еще одного стретч-армстронга. Хорошо, что у меня их было два. Кстати, смотрите, у этого трусики поцелеют. Этот в таком более прикольном состоянии. Ну что ж, давайте я его опущу просто в горячую воду. Уже не буду кипятить. Подержу там немного, подожду, пока наполнитель размягчится. И мы сможем его удалить. Итак, смотрим, что же у нас получилось. Да, вы знаете, ситуация такая. В горячей воде он сильно размекать не хочет наполнитель, а кипятить второй раз я уже его боюсь. Поэтому будем надувать как есть с наполнителем. Единственное, что мы сейчас перемотаем по ту же ниткой здесь ему шею, чтобы воздух не выходил. Я решил надувать стретч-армстронга не на столе, а на полу на кухне из соображений безопасности. Рядом я положу второго стретч-армстронга, чтобы наглядно было видно его размеры, когда он будет увеличиваться. Подключаем насос к ноге стретч-армстронга и начинаем накачку. Мне уже прям не терпится увидеть, до каких размеров он надуется перед тем, как лопнет. Непонятно почему сначала начала накачиваться только одна нога, и я уже испугался, что она просто-напросто лопнет. Но потом пузырь начал потихоньку распределяться выше по туловищу, и я перестал переживать. Так, стоп, сделаем небольшую паузу. Примерно до таких же размеров я накачивал армстронга в прошлый раз. И если качать дальше, то это будет уже рекорд. Кстати, смотрите, сквозь пузырь видно наполнитель. Он растекся по стенкам и выглядит как прозрачный клей или прозрачная смола. Смотрите, он выглядит просто как супер жирный борец сумо. Вот это жирдяй. Ладно, продолжаем накачку. Ой, смотрите, нитка, которой я перевязывал горло, начала сползать. Пока воздух вроде как не выходит, но это слабое место. И тут может образоваться дырка. Ладно, будем надеяться, что этого не произойдет. О, нет, снова та же проблема. Ребята, он начал сдуваться. В районе шеи края резины отошли, и он начал сдуваться. Снова фиаско. Ну, елки-палки, что это такое? Ну что, ребята, очередное фиаско. Так и не получилось надуть его до тех пор, пока он лопнет. Да, что-то не везет мне в этом эксперименте. Кстати, смотрите, после того, как он сдулся, он, по-моему, стал немного больше, чем был. Такой вот чуть-чуть он удлинился. Смотрите, весь наполнитель перетек сюда, и ноги просто пустые. И вот, вот виновница нашего неудачного эксперимента. Вот просто отошла шея. Кстати, давайте попробуем посмотреть, заглянуть, что у него там в середине. Вау, ребята, смотрите, я снимаю с него кожу. Вот, вот его внутренности. Смотрите, какая интересная штуковина. Это реально как будто какая-то смола. А, вот оно, какое-то непонятное вещество. Оно очень-очень липкое, очень-очень вязкое. Ну, реально похоже на смолу, такую, знаете, сосновую смолу. Офигеть, вот это да. А еще говорят, что оно сладкое, но я не хочу его пробовать на вкус. То есть это, по сути, что-то типа густого сахарного сиропа, насколько я понимаю. Вот такой вот, ребята, стретч-арстронг. Мы сняли с него кожу. Вот так вот он стрёмно выглядит. Вот это жесть, ребята. Короче, знаете, что-то мне надоело уже его накачивать. Уже два раза накачивал-накачивал. Поэтому можете ставить мне дизлайки, но продолжать накачивать я уже его не хочу. Мне надоело. Короче, я уже просто его замучил и снял с него кожу. Вот такое получилось видео. Обязательно напишите, понравилось вам или нет. Я думаю, многие из вас даже не видели, что внутри стретч-арстринга. А вот такая вот штуковина. Да. Субтитры сделал DimaTorzok